Николай Васильевич Гоголь. Годы жизни 1809-1852. Гоголь не пишет, а рисует. Его изображения дышат живыми красками действительности. Видишь и слышишь их. Белинский. Николай Васильевич Гоголь родился в 1809 году в местечке Великие Сорочинцы, Полтавской губернии. Детство будущего писателя прошло на Украине, в селе Васильевке. Его отец Василий Афанасьевич был человеком образованным, одним из первых украинских писателей, автором комедий из народной жизни. В 1818 году Гоголь поступил в Полтавское уездное училище, потом в Нежинскую гимназию высших наук, где проявлялся дух свободомыслия и куда проникали отголоски декабристских настроений. В Гоголе рано пробудился интерес к литературе. В 30-е годы писатель знакомится с Пушкиным, Жуковским, читает лекции в Педагогическом институте. В 1832 году его имя приобретает известность, и он целиком посвящает себя литературной деятельности. Историческая повесть «Тарас Бульба» комедии «Женитьба. Ревизор» явились событиями для читающей публики. В «Тарасе Бульбе» Гоголь изображает богатырские характеры самого Тараса, Остапа, других запорожских рыцарей, их самоотверженную борьбу за родную землю, за свою национальную независимость. Писатель в своей повести не стремится к соблюдению исторической точности. Его «Тарас» близок к народному представлению о героическом богатырском характере. «Любовь и верность родине, товариществу» для Тараса и Остапа выше личной привязанности, кровного родства, любовного чувства. Повесть полна восхищения перед беззаветным мужеством народа и его героической борьбой за независимость и свободу родины. Постановка «Ревизора» вызвала негодующий отклик реакционных кругов. «Теперь я вижу», – пишет Гоголь в это время, – «что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины, и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия». Это тяжелое разочарование в своей миссии комического писателя было началом душевного кризиса Гоголя, сказавшегося позднее. Он едет за границу с тем, чтобы отдохнуть, поправить свое расшатавшееся здоровье и, наконец, глубоко обдумать свои обязанности авторские, в частности, закончить начатые по сюжету, предложенному Пушкиным, «Мертвые души». В Париже он узнает о гибели Пушкина. «Никакой вести нельзя хуже было получить из России», – писал он. «Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло с ним». Вышедшие в 1842 году из печати «Мертвые души» Гоголя, по словам Герцена, потрясли Россию. Большое место в поэме занимают раздумья автора о судьбах Родины. В 1848 году Гоголь возвращается на Родину, продолжает работу над вторым томом «Мертвых душ». Однако книга его не удовлетворяет. В 1852 году в припадке болезненного отчаяния он сжигает рукопись второй части «Мертвых душ», а через несколько дней после этого умирает от истощения сил. Похороны писателя превратились в широкую общественную демонстрацию. Его хоронила вся передовая Россия. Тургенев пишет о Гоголе как о человеке, который своим именем ознаменовал эпоху в истории нашей литературы. Гоголь – подлинный мастер языка. Яркая речь его произведений – то поэтически проникновенная, когда писатель рисует русскую или украинскую природу, то выпуклая, наглядная, передающая все оттенки характера, душевных свойств его героев. Он замечательный мастер деталей, подробностей, настолько точной и удачно найденной, что ярко передает особенности данного лица или обстановки. Творчество Гоголя оказало большое влияние на многих выдающихся русских писателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова